hello everybody and welcome to job school my name is dostan приветствую всех в школе джобса и на курсе английский за 26 уроков меня зовут dostan it's less than six это шестой урок и сегодня мы с вами поговорим о довольно таки важной теме в английском разговор по телефону и сначала как мы как всегда представляемся да если вы позвонили кому-то можете услышать например hello это как вопрос и вы например можете сказать hi this is например имя свое this is your name this is Dustin hello this is hi this is Dustin дальше у нас например вы можете спросить да я бы хотел поговорить с кем-либо да тоже имя вставлять или например из кто-то у нас здесь да например из там обама д обама есть или там можно и его к телефону да например скажем что его как бы не туда еще можно конечно же не просто запятую поставить например да и please это будет звучать более до уважительно к человеку вот дальше у нас на примере если его нету вам могут сказать i'm afraid как переводится i'm afraid к сожалению сожалению да i'm afraid he's out at the moment i'm afraid he's out at the moment на английском. Когда он будет, например, be in, when, will, то есть это будущее получается, да, he, то есть у нас здесь идет местоимение, he be in. Прямо могут сказать, например, через час он будет. Как это можете сказать? He will be back in an hour, in an hour, да, или, например, через 20 минут он будет. He will be back in 20 minutes. Например, he will be back. Окей, и вы можете, например, что-то ему передать, да, что-то, например, передайте ему, скажите ему. Tell him. Что можете сказать, например? Tell him something. Что можно сказать? Я позвоню вечером. I will call in the evening. Да. Как мы говорим? Sorry, да? Tell him. Tell him. Скажите ему, что я позвоню. I will call in the evening. Okay, да, и потом вы, например, можете сказать, а, он, например, уже может забыть, да, вначале, как вас зовут, да, он может вас спросить, what was your name again, да, как вас звали, да, и вы что должны ответить? My name is... Да, I'm... Бла-бла-бла, да. Как вас звали? What was your name again? Again. I'm... И потом, да, все, вы можете потом попрощаться, да. Вот это, ну, как начать диалог, да, или как выкрутиться, если человека нет на месте и он пока не может говорить. И да, потом можете попрощаться и просто сказать bye или... Bye for now. Bye for now. Вот. И также хотелось бы поговорить о других способах общения на английском, например, да. А какие у нас есть способы? Вот, например, как часто вы используете email? How often do you use email? Редко. Почему? Потому что для этого есть мессенджеры, telegram. Социальные сети, да? Да, социальные сети. А вы? Так быстрее, но тоже редко. А что насчет тебя, Tordor? Как ты тоже часто используешь? Очень редко? Ну, не очень редко, но иногда. Как это по учебе, что именно? Да, и когда чаще всего вы пишете, например, мейлы? А, да, у меня есть друг по переписке в Бразилии. Откуда он? Из Бразилии. Интересно. А знаешь, как будет друг по переписке, наверное? Chatting friends. Что-то там, pen friends было? Да, да, pen friend. То есть, pen – это ручка, и friend – друг. Вот у нас есть несколько способов. Mail. То есть, как мы начинаем сначала наше письмо? То есть, сначала… Там, dear, что-то там, имя, да. Да, например. Если человек – это формальная переписка, да? Нужно начинать с dear, и здесь имя, например, да? Dear, например, Kira. Dear Kira. И здесь начинается писать письмо, да? Ваше. Да, здесь, конечно же, dear – как можно перевести? Уважаемый? Да, уважаемый. Или дорогой? Дорогой – не совсем. Уважаемый кто-то, потому что это уже такое письмо формальное, да, можно сказать. Ваше письмо, например, да? И тут вы начинаете писать все, что хотите сказать. Также можно использовать мистер, например, dear, мистер Бонд, к примеру. Дорогой мистер Бонд. Что насчет женщин, как вы думаете? Миссис. 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 И мисс вот так пишется, да? Угу. Еще есть, конечно, вот так – мисс, но его уже не так уж часто используют, заменяют чаще. Который замужник, который не замужник, как вы думаете? Миссис – это замужем, мисс – это еще не замужем. Да. Отлично. Или, например, можете сказать также dear all. То есть, когда к какой-то компании обращаетесь, можете написать dear all. И в конце пишите свое письмо, и в конце, конечно же, можете уже подписаться. Для этого есть несколько вариантов. Например, best wishes. Как это можно перевести? С наилучшими пожеланиями, да? Например, kind regards. Есть несколько способов. Или просто можно regards. Или это, например, yours truly. Как это можно перевести, я подумаю? Искренне ваш. Да, искренне ваш и свое имя, да, к примеру? Угу. Вот это все, что касается делолома, может, такого письма, да, что это неформальное письмо. Да, неформальное письмо. А если вы общаетесь, как ты сказала, с твоим pen friends from Brazil, ты можешь начать письмо с dear. Можно, например, написать просто hi, например, кто-то имя его. Или, например, hey, если вы очень близкие друзья. Hey. И в конце, в прощании, можете написать просто thanks, thanks, и свое имя. Или, например, best. То есть здесь не переводится спасибо, это переводится как спасибо за внимание, да, и имя свое пишите. На русском, конечно, немножко странно звучит, но на английском это используется довольно-таки часто. А также у нас есть для, если вы общаетесь со своим парнем или девушкой, да, вы можете написать xoxo. Это, да, без никаких запятых и свое имя, например, сюда пишите. И в конце точку. xoxo переводится как целую, обнимаю. Это для таких близких людей. И здесь у нас, конечно же, hugs, да, вот это hugs and kisses означает, да? Да. Hugs and kisses. Целую, обнимаю. Хорошо. Как вы сказали, все-таки нам, нашему поколению, привычно общаться по, там, какие вы используете? What is your, what kind of social networks or website do you use? Какие социальные сети вы используете, чтобы общаться? Facebook. Мессенджеры. 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 Да. Телеграм. Да. У нас также есть интернет-слэнг, да? Чтобы быстрее сокращение, также называют акронимы. Какие вы, например, акронимы с сокращением используете? Tomorrow. Tomorrow. А, окей. А на русском? Мало, да? На русском, да, мало. Да. Окей. Итак, на английском у нас есть интернет-слэнг. И первая фраза, которую я хотел поговорить, это B-T-W. Как вы думаете, что это означает? B-T-W. Не слышал я никогда? Это означает by the way. А, да. By the way. By the way. B-T-W. Какая означает кстати? Например. Я хочу спросить, да? Какая у тебя зарплата? А, нет, нет. Например, когда идет о чем-то речь, да? Мы, например, о чем-то говорим и резко, да? Кстати, а что там такого, да? Например. Hey, I heard about the new job, Dutchie God. Я слышал о твоей новой работе. By the way. BTW. How's the salary? Какая зарплата там, да? То есть резко... То есть не совсем другая тема, да? О разговоре. То есть что-то связное. Relate to your statement какой-то, да? Дальше у нас выражение наверняка вы знаете. LOL. Вы слышали, да? Так же и в русское перекочевало, в русский язык это перекочевало. Он означает, как вы думаете? Что-то там... La... 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 Сейчас. La... 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 То есть смеюсь вслух, да, получается? Да. Чаще всего его используют даже не в тему, да, можно сказать? Постоянно его используют. Хорошо. Дальше у нас выражение t-b-h. 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 To be honest. To be honest. То есть что это можно назвать? To be honest. Как переводится? Не знаю. Honest честный. А... Если вы честны? Да, если честно. To be honest. To be... L-o-l on a daily basis. Например. Я не... Честно говоря, я не очень хорошо отношусь к людям, кто использует слово L-o-l каждый день, да? Например, Мафтуна, пример придумай какой-либо. С этим... С этими словами. Тремя, например. Какое? Например, ты переписываешь... Ты переписываешься со своей подругой. Скажем, с Кирой. Скажи ей что-то. Представь, что это переписка. Скажи, хай, начни как-то диалог. Хай? Угу. Что там в основном еще? How? С тебе иди попробуй там. Sorry. To be honest. To be honest. I must tell you about... I must tell you about... Скажи, я получила права. Или да, я получила паспорт 17 лет. To be honest. I got a passport. I got a passport. I got... 17 лет. When I was 17 years old. Yes. Хорошо. И последнее у нас сокращение это TTYL. Как вы думаете, это что значит? Talk to you later. Да. Talk to you later. Помните, когда мы проходили прощание на английском? Talk to you. Поговорим позже? Или еще, да? Например, если вы должны уйти куда-то, да? Например, вы были в переписке, да? Ну, что-то типа такого, да? Talk to you later. Если вам нужно срочно уйти куда-то, вы можете написать Talk to you later и потом вернуться, да? Вот. Эти... Конечно, эти фразы вы можете употреблять только в мессенджерах каких-то, да? В... Что там у нас еще есть? В социальных сетях. В фейсбуку, например, да? Но если вы будете это использовать в реальной жизни, в общении, это будет звучать глупо. Так что используйте полную форму. Например, вместо BTW, говорите by the way. Hello. Hello. Hi. This is Moftuna. Okay, Moftuna. Так, что было? Is Sardor here, please? Oh, sorry. I'm afraid he's out at the moment. Sorry. When will he be in? Oh, actually, I don't know, but I suppose, наверное, будет, I suppose, after... After dinner, maybe? After evening. Tell me... Tell him... I will call... I will call him... In the evening, okay? In the evening, okay? Okay. Sorry, what was your name again? I'm Moftuna. Oh, okay. Bye for now. Bye. Отлично, ты запомнила все эти фразы. У меня есть вопрос. А вот если, например, я что-то не могу по телефону понять, как я могу выкрутиться из этой ситуации? Сейчас мы с вами прошли, это идеальный случай, да, когда все слышно. А чаще всего бывает связь плохая, да, у нас, да, или сложно понять человека, если он быстрый, да? Бывает акция, диалект непонятный. Да, да, если он особенно даже быстро говорит, да, это сложно, да? Да. Для этого есть у нас некоторые такие слова, которые мы можем использовать, выражения. Давайте их быстренько затронем, да, и потом закончим, потому что у нас уже время. Хорошо, если человек говорит быстро, что мы можем искать? Sorry, pardon, can you repeat? Да, или, там, немножко медленнее может говорить, да? Please, там, или sorry. Can you speak, как это, slow? Sorry. Например, можете ли вы говорить помедленнее? Could you speak, да? Could you speak slower? Could you speak slower? Это тоже could you, это такое вежливое обращение. Можете ли вы говорить помедленнее? Нет. А что касается, там, volume, например, да, то есть это у нас был speed, скорость, да, например, как человек быстро говорит, может, он очень быстро говорит, мы можем сказать ему, скажи, например, Кира, можете помедленнее говорить? Can you speak slowly? Can you speak slower? Что касается, volume, что это у нас, volume? Звук? То есть у нас, да. Может, кто-то орёт по телефону. Да, да, кто-то тихо разговаривает, да, или кто-то слишком громко разговаривает. Ну, чаще всего, кто-то слишком тихо разговаривает, что мы можем не расслышать, может, это из-за сети, да, так плохо слышно. Здесь мы можем сказать, что мы можем, на русском, например. Ты можешь говорить погромче? Да, здесь у нас уже, да. Или, да, для этого есть выражение speak up. Speak up означает… Погромче? Да, громче, например, да. Например, please speak up. I can't hear you, да, я вас не могу расслышать. I can't hear you. Да, если вы уже, даже если человек говорит быстро и тихо, здесь уже, может, вы уже совсем ничего не понимаете, вы можете сказать, может, может ли он ещё раз повторить, да. Для этого можем repeat, да, повторение. Repeat. Repeat, please. Угу. Для этого у нас также есть такое выражение would you mind. Would you mind означает не могли бы вы. Это тоже очень вежливое. Would you mind repeat, да, или там would you mind repeating, то есть повторять можете? Repeat that, то, что вы сейчас сказали. Repeat that. Или, если вы также ничего уже не поняли. Don't understand anything, да, ничего не поняли. Да. Также можете использовать одну из таких фраз, как я не понял, как это сказать на английском. I didn't understand anything, да, или там sorry, I didn't understand. And, также, I didn't understand. Продолжение следует...